Тимур Таргинов Так стильно, так круто, типа. Я вот за это люблю Тимура Таргинова, потому что он вроде человек взрослый, но типа пошарит за стиль, за всю ходьбу. Так он просто, мне кажется, ну ему сколько 32, где-то так. Мне кажется просто потому, что у него нет детей и жены. Ну типа он такой, куплю себе изи-буст и позову покраса лампаста. Я бы тоже так делал, а кто бы так не делал? Кто бы выбрал жену и дочку, вместо покраса лампаста и изи-буст? Серега Ровов не выбирал. Смотри, Коваль Блок, начнем сразу. Коль это Блок про стендап, ну коль мы начали снимать, нам говорили о том, что типа, Йоу, Коваль Блок, Коваль Блок, куда он делся? Блин, ну, во-первых, я заебался от этого, но не потому, что это, знаешь, тяжело снимать или тяжело монтировать, по сути, но не так долго. А просто нету вещей, которые, знаешь, хочется показывать. Я типа пересматривал сам Блок недавно, какие-то последние выпуски, и такой думаю, что за поеботы? Ну типа прям вот я так скучно разговариваю, ну кому это может быть интересно? Плюс такая херня, когда я начал делать Блок, чуваки в регионах тоже начали, много стали делать Блоки. Ну, совпадение вероятно. Я их включал в блоги и думал, ну и хуйня, я вот этим же занимаюсь, вот так неинтересно. Мне кажется, просто самое сложное, именно изначально у нас задумка была, чтобы хоть какой-то типа сюжет был, чтобы типа когда спросили, о чем всегда, вот мы сначала думаем делать обзоры открытых микрофонов, типа мы приходим на микрофон, оцениваем, но как бы по факту на деле это такая прохладная идея, типа ты приходишь, и так все на камере видно, и кому там еще в конце нужны твои рассуждения, что это хороший микрофон или это плохой, в итоге решили так, просто тусуем по микрофону, интересные разговоры вставляем в кадр, ну и плюс вот общение с комиками. Мне вторая часть больше нравится, кому-то, но по отзывам, по отзывам многим нравится просто на тусовку смотреть. Ну просто некоторым, мне кажется... Региональные, да, комики в основном смотрят, которые хотят, не можем проследить. И трахнуть Сморгуленко в рот? Я не понял за эту хуйню, серьезно. То, что чуваки обиделись на шутку, кого-то хуесосами назвали, вы на Росте, если выйдете, то вы что будете потом стоять пиздецом, будет очередь? Вы что, долбоебы, что ли? В на Росте, да. Кошмар, я очень злой, я очень злой, я вам говорил пацанам за камерой, что я видел, как чувак подошел и спросил, и сказал, что на Сморгуленко кто-то обиделся в Хабаровске или где? И хочет поговорить... Я в Иркутске. В Иркутске. Чувак хочет поговорить... Ты что, ебнутый? О чем ты поговорить хочешь? У тебя все... Ты в комедии пришел... Я видел, знаешь, в Москве тоже такие чуваки были, которые пришли заниматься комедией, и они такие, да, я в тусовке, и там какая-нибудь шутка про мамку, и там видно, как парень с этой хуйнёй не может смириться. Он такой... Ну, был бы не ты, я бы, ну, я бы сейчас въебал, а тебе дал за это, мать святой, не знаю. Это не про мамку. Вот работа, она по сути, ну, творческая, переселяется с написанием юмора. Да. Но... Сам ты выпал немножечко. То есть из жизни именно... Ну, как немножечко... Пиздец. Я когда тебя увидел, долгое время тебя не увидел, я такой, ой, ебать. Типа, прям обрадовался. Ну, типа, редко ходишь куда-то. Перерыв, о, ладно. Перерыв как-то влияет на поведение твоего на сцене. Очень сильно. Очень сильно. Ну, наверное, даже не на сцене, я не знаю. Я, ну, я вхожу на Open Mac, и, ну, большую часть времени, большую часть раз я выступаю нормально все равно. Ну, то есть есть куёвые разы, но в своем большинстве нормально. Но на ощущение себя внутри, ну, они ужасны. В один момент ты просто понимаешь, что ты сталкиваешься с тем, что тебе не хватает самореализации, знаешь, какой-то вот. Ну, ты написал что-то, ты получил денег, кайф. А ты ушел куда-то ниже, чем был до этого. Мы с Вова Бухаровым разговаривали, и он мне сказал такую фразу и про себя, и про него. Он говорит, твой творчество, твой потенциал как комика сейчас близок к нулю. И я так загнался, чуваки, я прям на дня три об этом думал. Это вот было вот в понедельник в этом. Я прям такой, бля. Ну, в целом, да. Мы что-то сошли с ним, заговорили. Он говорит, но он тоже не очень много выступает. Он вообще редко убежит. В плане ты ушел в работу и забросил свою комедию в этом смысле? Ну, оно все равно работает так, индустрия это сейчас работает так, что если тебя не видно, тебя нету. Будь ты самый пиздатый комик на планете, если у тебя в московской комедии, если ты в один момент вылетаешь, тебя нету. Ни в интернете в каком-то там, нету тебя на микрофонах, нету на платных шоу, нету в открытом микрофоне на планете, тебя нету. Ну, был когда-то такой, и все. Очень тяжело это как-то, знаешь, внутри переносить себя, вот эту херню. Ты такой, типа, бля, ну, у меня же есть материал, да? Успокаиваюсь тебя. Мы потом думали, блядь, а у чуваков там по 30 минут написалось за этот год. А вот мне интересно, помимо того, что, ну, вот ты сейчас пояснил, то есть лечь идет больше о том, что ты в медиапространстве отсутствиешь, а в плане того, что отсутствие практики, все дела, или у тебя такое, что если я вернусь, то, типа, за неделю наберу обратно вот эту форму? Есть же, да, вот это само ощущение? Наверное, да. Но у меня нету там дискомфорта какого-то. Особенно сейчас, когда open mic'e, ну, там народ на них есть. Есть по три open mic'e, ты приходишь, там сидят люди, которые пришли на стандарт, ну, их очень легко насмешить, как будто бы сейчас. Раньше было очень с этим плохо, потому что приходили люди выпить пиво, ну, и как это везде было. И ты пытаешься их насмешить, нужно тебе отвлечь их внимание от того, что они устали, от того, что они хотят выпить пиво, от того, что вообще кто-то пиздит, они должны это услышать и на смене посмеяться. А сейчас приходишь, клево. Ну и плюс нет такого, что я прям не практикую выступления, я же все равно какие-то платные шоу мне долетают из клуба. Все равно я там стабильно все это время в месяц выступал, ну, раз в десять, наверное. Защити, там в посте прям есть. У Саши не самый смешной каламбур на фамилию Коваль. Самый! Саша не спрашивает! В социальной сети vk.com Какой самый смешной каламбур был на фамилию Коваль? У меня картинка очень смешилась с кавалерией. Кавалерия? Да, там кавалерия и у чуваков мои лица включила. У меня знаешь, что больше веселит в нашей группе то, что просмотров и постов что-то больше, блядь, чем количество участников, нахуй. Раз так в десять. Да, раз. Это что, ребята, это, блядь, типа, загляну просто не подпишусь, да, типа? Да, бля, басы себе ебало тогда. Ну, в натуре, нахуй. Работа с аудиторией. Ну, я хуй знает, ты либо подписываешься и смотришь, типа, то есть, блядь, ну, от тебя не убудет, да, то, что ты подписываешь. Чё, чё такое, типа? Да не, я серьёзно, мы же обсуждали, вообще поебать подписываешься. Да иди нахуй, бля, лайк в еби. Смотрят и всё. Лайк в еби, там, подписку. Ну, типа, в натуре, как чёрт, так, блядь, отвечай. Не, можно и так. Я обсывал, блядь, таких, как, блядь. Не, просто смотри, суть какая. Подписки и лайки выжать из-за того, чтобы канал куда-то выстрелил. Этот канал, априори, предназначен для комиков и он не выстрелит никуда. Простые люди заходят и слышат... Не выстрелит, как и выпьет, как комики нам. Миллион фамилии каких-то левых, конечно, ну, кто это будет смотреть, который вообще не из стендапа. Блин, прикиньте, какой кайф это смотреть вот для людей, которые, ну, за движухой смотрят, ну, не выступая, там, какие-нибудь пиздюки. Как им кайфово, они такие, о, какой контент, я ондеграундный, Гоша Сморгуленко, ммм, мой любимый комик, я буду смотреть это. Есть ощущение, что в старых записях из алиби у тебя чаще встречаются абсурдные шутки. Ты сознательно уменьшил их количество или это спонтанный процесс? Вау, это лучший вопрос, который мне задавали про творчество. Давай, Бром, его чуть поменять. Ты паришься вообще на тему, о чем шутить или о чем придумывается, о том и шутишь? Слушай, я одно время очень парился, я думал, что, ну, в один момент ты такой, я хочу быть очень осмысленным комиком с позицией, и ты пытаешься писать какие-то вещи, там, про политику, про пытки в тюрьмах, про то, что, ну, детей не нужно заводить 18 лет. И ты выходишь с этим на сцену и сосешь огромный-огромный член. И ты такой так, ну, наверное, подожду еще годик. Через годик еще раз я так делал, и потом, ну, и все. А сейчас я как будто бы, не знаю, я пишу, вот, ну, меня что-то смешит. Мне бы очень хотелось написать что-то умное, как вот Дэни Лос-Лоса, чтобы люди развелись и разошлись. Но пока выходит про то, что меня бесят люди, которые тройку не достают из сумок, и это вот заходит. Нет такого, что, о, вот это я нашел, вот сейчас буду так подавать. Типа, ну, каждый, ну, типа, мне кажется, лет через пять все ебать, с Черменом когда мы общались, лет через пять вообще другая, возможно, будет подача. Может быть, потому что, ну, у меня очень сильно поменялось. Я, ну, я же еще когда пришел к этому всему, мне казалось, что нужно придумать ее себе подачу. Что все себе подачу придумывают. Это потом ты уже допираешь, что просто нужно выходить и говорить, как ты говоришь. А там у меня прям я и вот так как-то рассказывал, и вот так вот рассказывал медленно, знаешь, когда вот по слову вкидывал, и так странно на это смотреть. Надо пересмотреть. Это у Давида такая же подача. Какая? Не, вот это будет. Нет, нет. Не, да, я, кстати, ну, я очень быстро пришел к этой мысли, что надо выступать так, чтобы это максимально естественно выглядело. Потому что у меня, когда я пытаюсь специальную подачу выбрать, у меня это очень плохо получается. И очень со сцены старно смотрится. Вот, вот, очень неестественно смотрится, мы же все не актеры. И поэтому, когда ты начинаешь делать подачу не свою, это прям... Чувак. Да, да, да. Смотри. Нет у вас такого ощущения, типа все же, ну, допустим, темы, на которые вот... Короче, есть Джуди Картер, все, наверное, читали, я не читал. Я не читал. Да. Читал? Да. Ну вот. Все, наверное, читали. Я к тому, что, типа, там пишется, ну, типа, есть темы, на которые нельзя шутить. Ну, то есть, потому что это избитая тема. То есть, на данный момент, в 2018 году, типа, какие темы вы считаете? Ну, прям... Джуди Картер, я помню. Ну, я перед тем, как начать заниматься, я просто думал, хоть что-нибудь почитаю, представляю, чтобы иметь по этому почитал. Но у нее там не было, что прям нельзя шутить. Но она там говорила, типа... Повторосортная тема, типа... Самолеты. Вот она про самолеты. Я только помню, что, типа, аэропорты, самолеты, про это уже столько всего пошучено, типа, что вряд ли вы придумаете что-то. Но там нет такого, что если ты придумал что-то крутое, не шутиное. Шутить на любую тебя можно... Нет, просто второсортные темы, которые заебали. Мне кажется, русская стендап-комьюнити дохуя на себя берет. Вот, в плане... Они такие Джуди Картера прочитали, которая писала книгу для американских копиков, для индустрии которой, блядь, 60 лет там, 70. И там, да, там про все пошли. У нас сколько? Десять лет? Без малого, да? Мне кажется, на любую тему вообще можно шутить. Я подумал сказать про то, что, наверное, было бы пошло шутить на, знаете, пропагандонские какие-то темы про то, что Россия великая страна, как у воли. Но мне кажется, если я увижу комика, который на опенмайке выйдет и начнет хвалить Путина, я разъебусь пух и прах. Это же очень смешно будет. Мне кажется, вообще любая, ну, типа, если написал смешную шутку в разницу в мужчину и женщину, и если она смешная, ну, и потом выходишь, ты выходишь, и тебе какие-то чуваки говорят, о, это моветон, пошли вы нахуй. Какой моветон? Я не знаю. В смысле? Если это смешно, людям смешно. Если ты для себя, там, какую-то внутреннюю редактуру проводишь, для тебя это нормально, не нужно ни на кого. Меня бесят новые комики, молодые, которые, ну, про это вот много разговоров, про то, что сейчас много комиков в Москве пишет для комиков в первую очередь, чтобы вот показать, конструкцию. И чувак рассказывает шутку какую-то, там, абсурдную, какую-то с подтекстом невероятным, который понимают, там, три человека. И он выходит, и к нему подходят несколько парней, которые давно, тебе знаете, говорят, клёво. А он в тишину, блять, выступал всё это время. И он так, ну, меня похвалил Вася Медведев. Он такой, ну, клёво, чувак, клёво. Я первое время парился, типа, блин, ну, сейчас я выйду, дерьмово выступлю, и комики подумают, что то-то-то, но, ну, буквально пару месяцев у меня это слетело. Да, мне, я к этому и сам начал приходить у тебя, ну-ка, ты же на зал выступаешь, ориентируйся на это. И плюс, ну, я потом ещё много стараюсь общаться с комиками, опыт перенимать. Джан Кёзова мне запомнилась фраза, кому-то он сказал, я не помню, типа, тебе должно быть похуй вообще на кто что про тебя подумает. Ты своим делом занимаешься, и занимайся им, главное, чтобы было смешно. Тима Красавчик. Но я до сих пор не избавился от этого. Я всё равно, бывает, выступлю, и без нейм-дроппинга, да? И подойдёт человек, и такой, чувак, чё ты за поебот, это же выдуманная история. Блять, да, да, она полностью выдуманная, но она смешная, но я не рассказывал потом этот материал вообще. Но мне вот настолько, типа, я 5 лет этим спать, 5,5 лет я вот занимаюсь комилией. Я всё равно, прикинь, ты новенький приходишь, где есть мастодонты юмора. Слушай, юмор вообще должен быть вне политики, я тут согласен. Мне просто кажется, что это просто сложно шутить с миром. Вот мне иногда приходят, у меня в заметках есть какие-то мысли, что-то я там расписывал про то, что, про закон, про то, что за траву могут посадить там на 8 лет, а потом ты можешь убить человека, и тебя посадят на 2 года. И я такой, типа, блин, это же такой абсурд, но в итоге это просто мысли там в шутке, нет? Так это рэп, рэп, песни. Я даже и не пытаюсь это рассказывать, потому что я пытаюсь как-то туда в шутку засунуть, но такой, типа, не, это какая-то... Мне кажется, ты выйдешь, расскажешь это залу, и зал, скорее, может быть, пригрузится в лучшем случае. Типа, как всё плохо. Так это поперечный. Так, так делает. Он же рассказывает, является, ну... Ну, то есть, в последнем... Ну, поперечного прокатывает на свою аудиторию, скажет, какой это пиздец, и без панча люди смеются. Потому что он просто выходит, говорит, что вот это пиздец, нет, чуваки. И взял такой, у-у-у, но мне кажется, если ты выйдешь на нейтральную аудиторию, это я так плавно подвожу, я, кстати, хотел про поперечного тоже спросить. Ну, вот его шутки мне видятся такими. Он выходит, говорит какие-то темы, которые у всех, ну, в подсознании, в сознании сидят, и все такие, да-да-да, есть такая тема, и было бы круто, если бы там ещё потом какая-то шутка шла. Но там чаще просто констатация факта и просто разведение руками. Я говорю, это не пиздец? И все такие, да, это пиздец. Да, там работы как будто бы не хватает чуть-чуть материала. Типа он, ну, он... Ну, у него есть штука в защиту поперечного, скажу. Так мы ей, кажется, не попадаем. Ну, всё равно, типа, его нет, но в целом-то... Когда его смотришь, ну, в конце ты понимаешь, что за человек перед тобой стоит. Я вот такую штуку посмотрел. Я посмотрел концерт Нурлана, и мне понравилось. Но мне не понравилось, что это, по сути, набор его выступлений по 15 минут. И я не понимаю, кто это. Я не понимаю, с какого хоря вообще решил, что я должен в концерт помочь за человек. Но я просто, ну, когда смотришь западный стендап, ты такой, о, Сикей, вот он, вот такой вот он, да? То есть у него есть семья, дочка, у него такое отношение. А Нурлан как будто бы за образом за каким-то прикрывается. Не знаю, мне было... Ну, я смеялся, там, шуток с пяти очень сильно. У поперечного я не смеялся с шуток. В конце? В конце я такой, типа, ну, я понял, что ты имеешь в виду. Конечно бы хотелось шуток в конце, где ты говоришь, что политика это хуёво. Там бы хотелось. Если бы там были еще и шутки, это бы было прям вау. Да, вот, вот. Но, короче, я единственное, что понял еще, занимаясь авторством, работая, работу какую-то творческую еще, я понял, что совмещать стендап и авторство невозможно. По сути, ты будешь... Не знаю, там, видимо, какие-то супер универсальные, клевые люди могут быть клевым автором и могут быть клевым комиком, который будет выдавать крутые, интересные, свежие шутки постоянно и будет еще успевать на работе все делать. Я так не могу. Я либо тут могу нормально делать, либо тут. Но, скорее всего, не там и не там, потому что ты распыляешься и получается ебанное говно. Я про то, что вот Поперечную, если бы он просто занимался стендапом, из него был бы охуенный стендап комик, я уверен. Ну а так, что он там... Я буду сериал снимать, я поеду сюда, я поеду сюда, я сниму это, 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 это. И потом поеду через год с туром по городам и с материалом полуторачасовым. Нихуя себе! Как будто бы он мог бы все это сделать круто, но не в такие короткие сроки. Да! Войди до этого, типа, сначала стань пиздатым комиком, когда ты супер бомбовая и добавляешь к своему выступлению шутки. Потом ты такой, ну, теперь можно и фильмом, и сериалом заняться каким-нибудь, и его потом какие-нибудь... Ну да, да. Слишком впереди поезда бежит. Это как татуировка, ребят. Да? Имеется в виду. Да, в целом это как татуха, объясните. Ну, имеется в виду, когда ты делаешь татуировку, сначала делают тебе контур, самый быстрый контур. И остальное остается за деталями и заливкой. И человек сделал только контур. Он сделал контур, стендап-комедии, но заливки нет. Понимаешь? Это круто. Ни тени, ничего. Это круто. Мелочь. Денис Антипи. Во всех интервьюшках спрашиваем русскоязычные комики, которые тебе нравятся. О, я Каргинову очень люблю. Русскоязычный, мой Каргинов и Коля Андреев. Ну, Коля Андрееву просто, чтобы ему было приятно. А так Каргинов. Я невероятно кайфую. Я его соник вот пересмотрел на этой неделе, это был третий раз. Я прям кайфую. Вообще с того, что он делает, и подкаст мне очень нравится. И стендап его. Это прям охуенно. Так больше на этих дворах останешься? Или еще кого-нибудь? Слушай, ну остальное. Ну, кого? Ядрак Артур. Нет, Санек Долгопол. Мне смешно, когда, знаете, комиков частенько спрашивают про недооцененных комиков. И называют там Долгополова, Артура. Я думаю, нихуя недооцененные. Да, Санек Долгополов, у которого неделю концерты в Петербурге недооцененные. Ну да. Когда сатиру Дудя назвал, я такой, так ты не в курсе вообще, да? Там огромный пласт ниже Санька, просто 500 комиков, тысяча комиков недооцененных. И сверху Санек стоит, вот выбрался по этому калу с микрофоном и рассказывает что-то. Недооцененный. Руслан Белый, блядь, недооцененный. А, слушай, Женек Сидоров. И на самом деле мне очень нравится Женек Сидоров. А это ты говоришь. Тимур Каргенов и Женя Сидоров. Мои любимые комики, правда. Вот Женек очень клевый. С шутками про кунелингу с одного человека и все такое, я не очень. Можно как вариант просто, чтобы видео внезапно закончилось прямо сейчас. Нет, нет, нет. Два раза же было там. Угу, третий раз бежит.